На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завершился регулярный этап чемпионата Беларуси по мини-футболу. В 30-м туре гомельские БЧ и ВРЗ одержали победы. Вагоностроители в ранге победителей регулярки дома взяли верх над Щучином 6-1. Железнодорожники также на родном паркете были сильнее Борисова 974. Это позволило команде Дмитрия Камека финишировать на четвертой строке. Светлогорский и ЦКК, оставшийся без плей-офф, проиграл столице 0-4. Четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом. В РЗ сыграет со столичной охраной Динамо. БЧ за путевку в полуфинал сразится с Лицельмашем. Витен поспорит с Борисовым 900. В Минском дерби сойдут со столицей и Дорожник. Первые поединки четвертьфинальных серий до двух побед пройдут в Гомеле, Орше и Минске 15 мая, повторные 19 мая. При необходимости третьи матчи состоятся 22 мая. В Гомеле завершился международный турнир по боксу среди мужчин, посвященный Дню Победы. В активе хозяев 8 наград. Победителями соревнований стали Виктор Чварков, Михаил Мельников и Михаил Сулимов. Серебро выиграл Дмитрий Доронин. Бронзовые награды завоевали Александр Мельниченко, Владислав Андросов, Вадим Панков и Александр Кузьменко. Всего за победу в международном турнире по боксу, посвященном Дню Победы, сражались спортсмены из Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Соревнования входят в календарь Европейской конфедерации бокса. Гомель принял финальный этап славянской баскетбольной лиги среди юношей 2007 года рождения и моложе. В турнире участвовали шесть коллективов из Беларуси и России. По результатам игр финала 15-го чемпионата первое место заняла команда московского «Динамо». Вторыми стали баскетболисты. Гродненская из «Дюшер» номер один замкнула тройку лидеров «Гомельчане». В это же время проходил и финал славянской баскетбольной лиги среди юношей 2007-2008 годов рождения. В этой возрастной группе победу увезли московские «Динамовцы». Серебро досталось сборной «Гродно». Третьими стали «Гомельчане». Соревнования «Динамовская баскетбольная лига» знаю очень давно. Эти соревнования сам участвовал, будучи игроком. Сейчас вот уже в качестве тренера очень полезные соревнования. Вообще именно вот эти вот международные. Для, во-первых, игрового развития, почувствовать другой менталитет где-то в других городах. Также полезные для общения, чтобы дети дружили, знакомились с ребятами других команд. Во всех турах чемпионата приняло участие достаточно много команд. Насчитывается там около более 20 команд. Соревнования очень интересные. Позволяют детям здесь расти на данном уровне, показать себя. В первую очередь это опыт. Для всех детей это опыт. Очень хорошо выделяются у нас команды российские. Это столица Москва, Питер. Ну и наши ребята ничем не уступают. В каждом туре они занимают призовое место. Определились победители первенства Гомельской области. Погребли на байдарках и каноя. За главные трофеи боролись юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения. А также юноши и девушки 2003-2004 года рождения. Всего участвовали порядка 160 грибцов по итогам турнира. Первое место заняла команда Мозыря. Гомельчане стали вторыми. Дружина Рогачева увезла бронзу. По результатам соревнований лучшие спортсмены поедут на республиканское первенство, которое пройдет с 29 мая по 2 июня на грибном канале в Заславле. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин